Добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Наконец-то пришел этот день, когда я в очередной раз уже в новом году имею возможность с вами поздороваться. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сразу же небольшой анонс, небольшое сообщение для тех, по крайней мере, кто с нами был всегда и продолжает оставаться. В новом формате в этом году выходит Сухой остаток. Надеюсь, никого это сильно не огорчит. Меня, по крайней мере, нет. Тема сегодняшнего эфира. Мы поговорим о экономике праздников, учитывая двухнедельный отдых. Дебош. У кого-то может быть и дебош. Двухнедельный отдых. Наши с вами сограждане имели возможность отдохнуть. Представляю моих гостей. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК. Добрый день, Игорь. Здравствуйте. И Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый день, Василий. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться. Эфир прямой. Присоединиться к нашему разговору. Телефон в студии 65 10 99 и 6. Код города 495. Сайт компании finam.fm. Ну и, собственно, к вам, уважаемые слушатели, я вопрошаю, на ваш взгляд, вообще, насколько целесообразны вот эти затяжные празднества, как вы себя чувствуете сейчас, чувствовали в течение двух недель. И, да, я хотел в самом начале эфира поздравить всех с прошедшими. Будете смеяться, в конце эфира я буду поздравлять вас с наступающим. Ведь, как известно, сегодня Новый год. Да-да, сегодня старый Новый год. Совершенно верно. Ну что, давайте начнем разговор. Игорь, вам первый вопрос. С точки зрения глобальной, макроэкономики, насколько целесообразны вот такие вот затяжные выходные? С точки зрения глобальной экономики, на мой взгляд, нецелесообразны. Здесь чудес-то не бывает. Хотя говорят, что да, нет, там торговля работает, там туризм. А если многие не работают производство, то, извините уже за политэкономический язык, новый продукт не производится. И, кстати, если посмотреть на статистику, ну, допустим, объем производства в январе по сравнению с декабрем, то каждый год он меньше, когда на 11, на 12, на 15 процентов. То есть отрицательное значение. Провал всегда в январе по сравнению с декабрем. Поэтому статистика показывает. А, допустим, что такое 15 процентов минус по промышленности, это минус 300 миллиардов рублей ВВП, или валовой добавленной стоимости, которая создаётся промышленностью. Кстати, если говорить о той же, извините, Игорь, говорить о той же статистике, вот по некоторым данным некоторых экспертов, полтора процента ВВП теряем мы за две недели праздников. Можно этому верить? Мы сами так считали от ВВП, и это правильно. Если попытаться оценить, с учётом того, что, да, какие-то производства не менее 50 процентов непрерывного цикла, они работают, да, но многие не работают, там, обрабатывающие, строительство, другие, то, да, мы выходим на такие цифры. Экономика теряет, теряет очень много. Если сравнить, особенно с учётом наших особенностей, что мы начинаем гулять задолго до праздников, выходим медленно, если какие-то дни, получается, там ещё между, как, допустим, в мае, то мы их добираем, то у нас такие каникулы превращаются. А если на всё это посмотреть, с учётом того, что Россия, в общем-то, небогатая страна, мягко говоря, в шестом десятке стран мира по уровню жизни, если по ВВП на душу населения, то действительно встаёт вопрос, а что это мы так гуляем-то вдруг? Да гуляли, у нас что делать? С чего бы это? Василий, как вы считаете, с точки зрения макроэкономики? Я считаю, что праздники очень хорошие и нужные. Это сейчас личные воспоминания? Это моё личное мнение, и я могу обосновать, собственно, эту позицию как экономист. Экономика состоит не только из того, что что-то производится, не только из того, что люди зарабатывают деньги. Необходимо, чтобы люди могли деньги потратить. И вот это прекрасное время даёт возможность людям тратить деньги. Ведь посмотрите, в России, особенно в крупных городах, так тяжело приходится работать представителям средних слоёв. Пусть они даже зарабатывают относительно неплохо, но у них порой не хватает времени, чтобы потратить те, собственно, сбережения, которые создаются. Они не могут сделать какие-то большие покупки, может быть, купить жильё, но деньги накапливаются, и есть желание как-то развеяться и отдохнуть. Поэтому отдых необходим. И он также необходим, как и отпуска. Если кто-то хочет работать, то будет хорошо, если закон предусмотрит повышенную ставку оплаты в новогодние праздники. Ничего, это будет добровольное желание, потому что россиян очень часто агитируют. Ну зачем вам эти выходные, зачем вам эти праздники? Откажитесь, идите поработайте. Хорошо, поработайте. Вы откажитесь, вы теряете время своего отдыха, вы теряете время общения с семьёй, а получаете вы что? Получаете вы обычную ставку. То есть вы теряете. Поэтому, на мой взгляд, праздники необходимы, и для праздников, и чем больше будет этих праздников, тем, в общем-то, лучше. Важно только, чтобы те деньги, которые тратятся в разгар этих праздников, по возможности стимулировали внутреннее производство, внутреннюю торговлю, то есть как раз вот национальную экономику. Василий, я поспорю. Я поспорю категорически. Знаете, мы же говорим о каникулах, вот здесь надо не смешивать. Вот целесообразны ли такие каникулы? Праздники никто не собирается отменять. Новый год он был, есть и будет. А что это значит? Это значит, что всё равно будут каникулы, не будут каникулы, будут покупать подарки, будут собирать столы, и будут тратить эти деньги, о чём вы говорите. Будет это. Игорь, я прошу прощения, надо уточнить, да, что Новый год, это 31-й даже, это рабочий день, а первый выходной, вот это Новый год, второго на работу. Нет, это теоретически. Это теоретически. У нас сейчас практически, как известно, с первой по пятой, это официальные новогодние праздники. Поэтому торговля у нас, как в декабре, она, оборот розничной торговли возрастает по отношению к ноябрю на 20%. Так вот, будут каникулы, не будут, всё равно он будет так возрастать. Кстати, я соглашусь с Игорем, наверняка, Василий, если мы говорим действительно о спросе, о потребительском спросе, то он накануне Нового года возрастает. Вряд ли можно говорить о том, что народ вот в эти вот затяжные праздники развлекается шопингом, что называется. Но обратите внимание, где люди тратят деньги в эти новогодние праздники. Есть две группы населения. Первая группа населения, которая ездит отдыхать за границу. И там они стимулируют мировой рынок, мировую торговлю, китайскую промышленность, оказывает ей всевозможный туризм. Хорошо. А что с туризмом в России? Ну, не очень хорошо, прямо скажем. Не блестящее положение. Поэтому здесь скорее проблема в том, что у нас нет недостаточно своего предложения. Люди кататься на лыжах за границу. Ну, это странно. В стране, которая завалена снегом, Москва не в счёт, потому что здесь непонятно, когда начнётся по-настоящему зима. Кажется, сегодня началась. Скоро обещали. Другой момент. Это связано с иной группой населения. Теми, у кого нет денег, отправиться отдыхать за границу. Они отдыхают дома. Конечно, они не всегда могут позволить себе постоянные выходы в кафе, рестораны, походы на выставки, на театральные представления. Но, тем не менее, если время у них это отобрать, то они этого делать не смогут. Задача ведь не в том, чтобы у этих людей отобрать время, а в том, чтобы поднять их материальную... Я прошу прощения. Очень интересна тема, которую вы подняли по поводу отдыха. Тем не менее, у нас есть звонок. Давайте мы его послушаем, потом прервёмся на новости и потом продолжим уже наш разговор. Вадим, день добрый. С прошедшими вас вы в эфире говорите. Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Я хотел бы обратить ваше внимание ещё на один аспект праздников. Дело в том, что в среднем где-то около 40% производственных коллективов стрессировано в результате производственного процесса. В условиях кризиса стрессированность получается до 60, до 70%. И вот возможность в течение нескольких дней не видеть тех, кто является раздражителями, это очень положительный фактор. Браво, браво. Мне самое главное призвать вот этот вот хронический стресс, когда человек приходит домой, не успевает отдохнуть и потом вновь должен идти общаться с агентами этого стресса. Вот в этом плане я вижу огромный плюс вот таких вот праздников. Вадим, спасибо огромное. Мы прерываемся на новости и потом продолжаем наш эфир. Спасибо. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Игорь Николаев, директор института стратегического анализа ФБК и Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Мы обсуждаем экономику праздников после того, как они успешно закончились. Я напомню, телефон студии 6510996 код города 495 сайт компании финам.ФМ. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, уважаемые слушатели. Ну и, собственно, ответ или вопрос, который я хотел бы ответ, на который хотел бы от вас услышать. На ваш взгляд, насколько целесообразны эти затяжные празднества. Собственно, мнение одного из наших слушателей мы уже услышали, только что Вадим из Самары, политолог. Политаналитик. Политаналитик. Политический аналитик. Совершенно верно. Вот новый такой нюанс долгих каникул выделил. Стрессирование. Слово стрессирование. То есть, я так понимаю, по-русски, если, насколько я понял, это возможность отдохнуть от своих коллег по работе, которые за какое-то время уже стали неприятны. неприятны. Ну, я надеюсь, не у всех такая ситуация на работе складывается. Василий, продолжите, пожалуйста, вашу мысль. Итак, что под отдыхом-то действительно понимать. Ну, вот, на самом деле, я хотел бы продолжить ту мысль, которую сказал самарский коллега. Вы знаете, вот в Англии в 19 веке обнаружили, что лошади, которые работают в шахтах, они очень быстро умирают. А и россияне такие лошади, которые работают в шахтах. Так вот, собственно, какое решение было найдено в отношении лошадей. Их на месяц, на два выводили из шахт, позволяли им погулять по траве и пощипать травку. После этого продолжительность жизни лошади увеличилась, ну, как минимум, в два раза. Она выдерживала снова этот год в шахте. Когда... Василий, я сразу прерву, если позволите. Нет, нет, то, что лошадь, которая работает в шахте, ее выводили, выводили ее, да, на волю подышать, месяц, два, полгода. Сколько ей нужно провести, чтобы она в себя пришла? По такой логике, давайте полгода будем. Нет, совершенно верно. В месяц, вот это вот, те самые две недели праздников, это достаточно. И это необходимо. Это тот самый перерыв зимой, который очень важный, потому что просто сама зима это очень депрессивный период года. Мало того, что источник стресса на работе. Да, Игорь. Вопрос. А почему вот, допустим, в советское время вполне хватало? Абсолютно верно. И ничего. И замечательно гуляли этот Новый год. По-моему, даже еще с большим настроением. Почему вдруг сейчас такие новогодние каникулы, вот в эти полторы-две недели, а еще плюс майские мы добавим. Ну, настолько необходимо стало. Вот тогда так. И, кстати, а если учтем, что в других-то странах такого нету, это мы одни такие стрессированные, что ли, бедные, несчастные, нам надо отдохнуть. Кстати, по поводу стресса на работе, да, о котором говорил Вадим, ваше мнение, Игорь, вы согласны, нет? С этой точки зрения. Я думаю, что если вот пары дней, что называется, вполне достаточно будет. Вполне достаточно отдохнуть. Для того, когда, да, потом будет через пять дней снова выходные, и все нормально. Вот даже 15 дней будет мало. Чтобы разобраться с такими проблемами, а это как раз невроз, да, то есть истерический невроз, остынея, да, то есть невроз усталости, когда люди приходят на работу, им нужно много-много чего сделать, а у них нет сил, просто эмоционально нет сил. Им, конечно, нужно время для отдыха. И это не 15, не это месяцы. С этим я соглашусь. Я же не говорю о том, что нужно менять климат. Конечно, конечно. Мне кажется, все-таки, но это такие точечные варианты, да, это какие-то очень... Ну, это не значит, что это разгрузка, вот эта вот зимняя, она не нужна, она нужна. Да, но тогда учтем, как у нас очень многие разгружаются, вот это стрессирование проходит. Вот я разговаривал, особенно вот женщины из глубинки, они готовятся к этому, знаете, из сельской местности, как периоды, которые надо пережить. Потому что, ну, понимаем, что будет с мужьями, потом на лекарства будем тратиться долго упорно, так там, не дай бог, еще что-то, если случится, там травм, травмпункт, туда-сюда. В общем, вот, знаете, как ко времени, который надо просто пережить. Для них это гораздо больший стресс. Это здесь средний класс, там надоели ему коллеги, он стрессирует, вернее, он избавляется, а там стресс по-другому снимается, к сожалению. Совершенно верно. И после этого, в общем, имеют это очень такие неприятные последствия. Я думаю, Игорь, вы смешиваете здесь одно явление с другим, я пытаюсь объяснить, да? Во-первых, употребление алкоголя является самым распространенным в России антидепрессантом. Это антидепрессант людей, которые, в общем, перегружены работой. Можно взять 18-19 век, пили в Европе так, что, в общем-то, потолок дрожал. Пили почему? Потому что нормально отдыхать не имели, денег не имели тоже. Поэтому в России те самые слои, которые более-менее сейчас стали жить за последние 10 лет, они как раз менее склонны к алкоголизму, чем те, кто, в общем, находится за чертой бедности. Но это не единственная проблема. Дело в том, что россияне привыкли воспринимать жизнь в депрессии как норму. И здесь отмена или сохранение новогодних праздников ничего не изменит. Здесь необходимо, чтобы люди просто осознали себя по-другому, по-другому стали относиться к проблемам. Они не должны их топить в алкоголе, они должны как-то изменять себя и отвечать на это. Профсоюз создавать, например. Ну, то есть две недели новогодних праздников это возможность изменить в себе что-то или там в своем окружении. Конечно, конечно. Ну, лучше медитировать, а не рассчитывать на то, что боги пошлют сновидения от большого количества выпитого. Я думаю, к сожалению, в основном, да, мы рассчитываем на то, что кто-то нам что-то пошлет сверху. Давайте еще раз послушаем звонок. Рустам, день добрый. С прошедшими вы в эфире говорите. Вас тоже с праздниками. Спасибо. Хотел бы небольшое уточнение дать. Почему вот именно, может быть, сейчас они нужны, а в советское время так и требовалось. Это не только конец календарного года, проходит еще конец административного, когда люди завалены просто отчетами никому непонятными, открывают этот год. И вот мои коллеги в принципе и вообще все знакомые последние две недели года живут в принципе на работе. Либо там, как я опять в авральном режиме, да, в авральном режиме. Авральный режим это действительно стресс и просто надо восстановиться. Кому-то может два дня хватить с его работы. Просто там, простите, вы сравнили, тем не менее, нынешнее время с советским. А там не было авралов таких перед Новым годом разве? Может быть и были, но мне трудно представить, что ежегодно все подряд выходят в авральном режиме в таком, что там в 7 утра на работу приезжают и в 10 вечера оттуда уезжают. А в Синтерактор, по крайней мере, в такие времена не ходил. Вот, Рустам, я хочу сказать, что и тогда была штурмовщина. Этот вообще термин, как известно, вообще родился, когда строили каналы. Беломор-канал. Да, Беломор-канал. Я понимаю. Он ближе даже все-таки, да, к советскому. Вы понимаете, в чем делать? Я на одной должности работаю еще тогда, когда этих праздников 10-дневных не было в медицине. И получается, что по своей шкуре я уже с каждым годом все больше вот этот бумажный оборот, который непонятно зачем нужен, и который вот очень сильно утомляет. И такое действительно идет, ну, мое мнение. Я понял, Рустам, я понял. Вовсе с оборотом, вот ваше личное мнение, пожалуйста, озвучьте. Нужны эти двухнедельные праздники или не нужны? Я думаю, нужны. С учетом для нынешней ситуации, я думаю, сейчас они нужны. Если поменяют дело производства, поменяют отчетность, может быть, они не станут нужны, но сейчас вот они нужны. Как просто оказывается. Спасибо. Спасибо, спасибо, Рустам. Значит, тогда будем менять дело производства. Неожиданная такая взаимосвязь. Для меня всегда вопрос. Ну, чем мы такая Россия, уникальная страна, что нам вот так вот позарез надо? Что там стрессов нету? Да везде это есть. И к концу года действительно напряжённо. Ну, подождите, как находится? В Китае, например, рекордсмер по самоубийствам. Обходятся, да, с балкона сигают один за другим, и всё. Ну, Василий, вы думаете, если там вести двухнедельные... Образдайте, что у нас начнется вести двухнедельные праздники? Что у нас было? Давайте лучше к этому вернёмся. Пока не было двухнедельных, да, Игорь? Да, обходятся вполне. Мы хотим быть нормальной страной. Ну, наверное, хотим. Я не говорю, что это первоочередная проблема. Совсем нету. Проблемы экономики в гораздо большей степени зависят от нерешённости других проблем. Абсолютно. Но это нонсенс на самом деле. И я просто убеждён, что рано или поздно мы от этого откажемся. Ведь почему у нас ещё получились эти вот полторы-две недели? Во-первых, да, с первого по пятый новогодние праздники. А второе, вот мы с советскими временами сравнивали. Ведь порядок, в соответствии с которым, когда праздничный день попадает на выходной, то он не теряется, он был не всегда. Он был введён в 92-м году. В советское время такого не было. Попадал праздничный день на выходной. Извините. Да. И с надеждой смотрели на календарь, о, зато следующий год нормально. И ничего, жили. И восстанавливали. А откуда вообще эта идея взялась? А у меня здесь есть своя личная история, кстати. Расскажите. Я тогда в середине 90-х работал в аппарате правительства советником. Я у одного министра спросил. А говорю, что такое, вот в 92-м году-то, что за решение такое принято? Да, да, да. Ну, понимаешь, мы же не могли людям ничего дать. Вот дали хотя бы это. В полушутку, полусерьёз, я уж не буду называть этого министра, объяснение было дано такое. Вот и всё. А теперь мы получили вот этот порядок, очень оригинальный, отличающий Россию от других стран. Плюс это, и вот мы такие можем себе позволить. Гулять нам это надо, потому что нам надо отдыхать, оказывается. Да, отдыхать, конечно, надо, а что касается порядка этого, то проблема, на мой взгляд, прежде всего, не экономическая, а в том, что люди просто не знают, как обходиться с этим временем. Вот эта вот описанная ситуация, когда женщины с ужасом ждут, что начнётся многодневная пьянка. Это признак чего? Да, признак того, что люди просто не знают, что делать со своим временем. Они вот вышли на свободу, у них есть несколько дней, которые они могут провести по-человечески, и они не знают, что с ними делать. Это культурная проблема, и она отменой праздников не решается. Вышли на свободу, мне очень понравилось. Я не соглашусь, что они не знают, что делать. Это в Москве есть масса возможностей, театры туда-сюда. Они бы и рады были по-другому себя занять в деревне, но как им занять? Там таких возможностей нет. Посмотреть кино, устроить дискуссию какую-то, обсудить какие-то литературные произведения. Я предложу Василия следующий новогодний праздник командировать в глубинку, чтобы он там дискуссию устраивал. Давайте еще раз послушаем, у нас есть звонки. Итак, Вадим, на линии Вадим, тот ли Вадим из Самары, еще раз добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, да, конечно. Я сразу скажу, что я противник этих длительных, затяжных праздников. Так. И, кстати, как раз из-за проблемы стресса. Вы знаете, абсолютно важно то, что вот эти длительные выходные помогают нам побороть стресс. Вы знаете, ведь стресс на работе, это одно, когда переживаются все вместе. А еще гораздо более, вот этот стресс, который происходит, когда люди выходят вместе на работу после длительных выходных. Вот эти 30 дней, которые нам, чтобы восстановить силы, нам дают во время отпуска. Вот у нас есть указанный ежегодный отпуск. Мы гуляем, потом выходим, там абсолютно рабочий коллектив, мы быстро восстанавливаемся и входим. А теперь, представляете, когда вот на длительный срок уходит весь коллектив. Он возвращается и с не в этом стрессе. И этот стресс будет сопровождаться еще очень длительное время, поскольку нет стимула для того, чтобы вернуть к работе. Тем более, что одни хорошо отдохнули, другие отдохнули плохо. У кого-то не хватило денег, он там за пойму в рот. И так далее. И все это будет влиять гораздо хуже. Нигде нет вот таких вот затяжных длительных праздников, как тенденции, как у нас, когда весь коллектив уходит. Потому что потом коллектив возвращается на работу, гораздо сложнее будет. Давайте отпуска. Вот отпуска 30 дней, это нормально. Не как сейчас вот дают на работе. Две недели все будет здорово возвращаться, потом еще. Нет, вот как раньше было. Отгулял свои 30 дней, комплексно отдохнул, вернулся, коллектив себя быстро принял, отдохнувший. И им интересно. Вот то, что как раз говорят о том, что вот этот длительный праздник позволяет всем отдохнуть, это, по-моему, важно. Понятно, спасибо. Спасибо за ваше мнение, Вадим. Огромное спасибо. Короткий праздник. Нет, я подумал о том, что еще один плюс, да, смотрите, все возвращаются, все, не кто-то один отгулял отпуск, а все возвращаются. То есть возвращаются? И рассказывают друг другу, кто как отдохнул. Вот в этом смысле, да, опять некая мотивация для сближения такого, да, творческого коллектива. Василий, есть что возразить, я так понимаю, новый стресс, но он противоположный тому, о котором вы говорили. Смотрите, что касается стресса, строго называется стресса, то он лечится, и всякие психологические расстройства лечится той работой, которую человек проводит. То есть просто сидеть и ничего не делать, и ни о чем не думать, или просто пить, это не способ борьбы со стрессом. Тут может и 10 лет не хватить. Согласен. Парадоксально, тем не менее, смотрите, мы работаем, работаем, получаем стресс, из которого выходим в праздники, где в свою очередь получаем новый стресс, с которым лечим вновь на рабочем месте. Вы знаете, мне кажется, число праздников напрямую порой в истории зависит от типа экономики. Вот в Римской империи, в Италии, праздновали, ну, каждый второй, каждый третий день в году. То есть праздников было очень много. Смысл их был понятен. Потребление, расходы, стимулирование экономики. Никто больше нигде в империи и так не отдыхал. Я думаю, что это очень важно, чтобы у нас было больше таких праздников, больше всяких периодов. Но, чтобы они приносили пользу как раз внутреннему производству. Я понял, я понял. Вот вновь вернулись к экономике. Сейчас мы буквально на минуту прервемся, потом продолжим эфир. Ну что, друзья, давайте продолжим. Совсем мало времени. Тема, как вы видите, очень актуальная. Мы сегодня говорим об экономике праздников. В гостях Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, и Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Телефон в студии 6510-996, код города 495. И вопрос для вас, уважаемые слушатели, нужны ли нам эти затяжные праздники? Давайте все же начнем с звонков. Есть у нас на линии номер один Вадим. Вадим, день добрый. С прошедшими вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите. Я тоже Вадим, правда, из-под Москвы, город Ногинск. Это нормально. Да, я вот считаю так, знаете, что, значит, тут, не знаю, господин товарищ, который говорит, что во всем мире этого нет, но он лукает. Со времен Шекспира 12-й ночи все знают. То есть 11 дней рождественские каникулы, они были всегда. Другое дело, что, может быть, Рождество нам все-таки надо было перенести. Вадим, Игорь Николаев, которому вы, собственно, адресуете свою реплику, вот не согласен с вами, может поспорить в прямом эфире. А все очень просто. Только это не именно российское изобретение. Эти праздники практически, ну, они в Европе очень популярны, насколько я знаю. Ну, и по поводу отпуска, знаете, не всегда даже удается его отгулять с его разных причин. А уж это, как говорится, что дано, я считаю, что они нужны. А это святое дело. Здесь всегда отгуляешь. Спасибо, Вадим, спасибо вам за звонок. Что касается рождественских каникул и так далее, выходными является один или два дня, там, 25 или 26 декабря. Это католическое Рождество, если вы видите. Да, да. Ну, как известно, допустим, в Белоруссии с прошлого года, там, и 25, и 7, там, одна из редких стран. Так вот, остальные дни, которые превращаются в рождественские каникулы, в конце концов, за счет того, что люди берут отпуска, а узаконенные в государственном празднике, это или один, или два дня, 25, 26, или 25, 26, в разных странах по-разному. Так что вот так вот. Я не лукавлю, я основываюсь на фактах и говорю именно вот, как есть на самом деле. Да, Василий. А, ну, вы позволите, дело в том, что капитализм, рыночная экономика, вот та, которая сложилась в 14-15 веках, она вообще плохо согласуется с праздниками. И, по большому счету, люди работали и без праздников, и без выходных, и в субботы, и в воскресенье, и работали очень много. И смысл всех праздников и появления отпусков, которые появились совсем недавно, только в 20 веке, сперва во Франции, а у нас уже совсем, совсем не сразу, да, не стали общим местом. И сокращение рабочей недели тоже происходило медленно. Вот смысл всех этих, мероприятий для того, чтобы люди начали жить. Смысл жизни людей состоит не в том, чтобы ходить на работу. И необходимо оставлять им это время. И они должны понимать это как свою ценность. Да, Игорь. Ну, мы тогда можем дойти, знаете, вообще. Ну, давайте вообще не будем работать. Ну, а что, смысл в том, чтобы отдыхать. Ну, давайте будем 3-4 дня в неделю работать. Ну, действительно, и я согласен по-человечески, ну, замечательно. Я прекрасно организую свое время. Но чудес не бывает. Если мы хотим быть развитой страной, то вот да, вот так вот. Надо работать в том числе. Развитая страна должна иметь более сложную систему потребления, что без высвобождения времени у людей, без появления обширного свободного времени невозможно. Василий, вот по поводу потребления. Я уже говорил, мы говорим, и надо разделять. Есть праздники, есть каникулы. У нас в декабре оборот розничной торговли возрастает на 20%. Никакие каникулы, люди уже потратились. Ну, готовятся, готовятся. А в январе он наоборот падает, когда каникулы, причем падает на 25% по отношению к декабрю. Все. Это же на цифрах все показывает. Ну, это праздники поднимают, праздники опускают. Ничего страшного. Ничего страшного. Все, что люди закупили заранее. Правильно. Вопрос о том, что никто не ставит под сомнение. Не отменяй же Новый Год. Будет Новый Год, будут покупать и будут те самые траты. Есть праздники внутреннее потребление, стимулирование. А есть вот этот вот празднование в полторы-две недели или даже больше у кого-то. Ну, то есть с этой точки зрения давайте мы вернемся к экономической подоплеке, к экономической целесообразности этих затяжных праздников. в затяжных праздниках. Да, еще несколько цифр. Так вот, если исходить из простой, я хочу, чтобы меня поняли правильно, я не против того, чтобы люди... Нет, понятно, понятно. Да что вы, что ли? И сам с удовольствием гуляют. И сам с удовольствием, да, и с пользой. Но это же экономика. Если не работают, значит, не производятся. Но не производятся, значит, меньше получают бюджет. Так вот, если исходить из тех цифр, которые вы уже называли, там, полтора процента ВВП и так далее, перейти, допустим, а сколько теряет федеральный бюджет от такого загула новогоднего? Это 20% к ВВП. Мы выходим на цифру порядка 200 миллиардов рублей. А что такое 200 миллиардов рублей? Ну, это вообще-то примерно в 7 раз больше, чем все расходы на охрану окружающей среды ежегодной. Или в 2 раза больше, чем все расходы на культуру и кинематографию в этом году. Это все выливается вот, да, замечательно, отдыхаем, но тогда вы имеете то, что имеете. вот этот взгляд, да, такой прагматичный экономист. Я понимаю, почему людям это не нравится. Потому что в бедной стране это не может нравиться. Потому что они воспринимают, еще и это хотят отнять. У меня и так мало чего есть. По-человечески это понятно. Но надо же судить в том числе, да, на основе реальных цифр. Совершенно верно. Если опять вернуться к цифрам, мы говорили, что рост, рост потребительской, да, по крайней мере, активности, он связан именно с новогодними праздниками. Но опять-таки рост мы наблюдаем до новогодних праздников. А две недели после новогодних праздников они... Потребление происходит. Но я хотел бы о другом сказать. Во-первых, о том, что новогодние праздники, я не думаю, что они будут отменены в России, не будут они отменены просто потому что нет такой хорошей экономической ситуации, такой конъюнктуры внешне-внутренней, которая бы позволила производить больше и больше за эти дни. Вот если бы было гарантировано, что вот люди вместо того, чтобы отдыхать, будут стоять у станка, работать, производить, это все будет продано, то есть это будет произведено еще больше, то, конечно, праздники бы вполне возможно... А что такое гарантированное? Ну, гарантированное в том, что рынок не может поглотить неограниченное количество товаров. Вы можете произвести больше автомобилей, например, но вы не продадите их больше, чем вы их продаете объективно. Если не происходит снижение цены, достаточно значительно. Поэтому здесь есть определенный обман, что вот мы недоработали, недопроизвели, потеряли, ничего не потеряли. Все это потом за год догоняется, спокойно догоняется. Да, если бы происходило какое-то такое динамичное расширение в мировой экономике, что было понятно, что необходимо просто гнать конвейеры, производить больше и больше, но нет такой ситуации и нет такой необходимости на эти праздники покушаться. Я понял, Игорь. Ну, по этой логике у нас сейчас экономика вообще сжимается. Ну, тогда давайте вообще... Надо еще в мае, да? А в мае-то еще добавим. Надо еще осенью обязательно. день независимости. Почему 12-е только? У нас там к июню месяцу вообще экономика скукожится. Еще день-ка три добавим. Совершенно верно. Потом на огонь. Вот этот 4 ноября непонятный праздник тоже превратим в недельку. Ну, раньше он был понятный, тоже гуляли мы. Потому что в ноябрю-то вообще будет. Игорь, а вы помните, как начался в России вот в промышленности, в российской промышленности кризис в 2008 году? Летом был футбольный чемпионат. И официальные лица заявили, что промышленное производство просело, потому что все смотрели футбол. А на самом деле оно просело не из-за футбола и не из-за новогодних праздников у нас экономика катится потихоньку вниз, а из-за объективных причин, из-за того, что очень много внутренних проблем, противоречий и, в общем-то, слаб спрос. Я об этом уже говорил, что это совсем не первоочередная проблема. Но это все равно придется решать. Потому что чудес не бывает. Если вы, небогатая страна, можете себе позволить вот так вот загольно гулять, когда другие страны... Богатой вам встать вряд ли. Да, вы вряд ли встанете вот в ряд этих богатых стран. У вас тут и стресс, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот вряд ли тогда. Чудес не бывает. Вообще, это спорно насчет того, что Россия небогатая страна. Потому что европейцы смотрят на российских туристов с некоторым изумлением. Российские туристы приезжают, показывают на все пальцем и говорят, это дешево. Поэтому говорить о том, что Россия настолько небогатая страна, но мне кажется, есть все объективно. Есть разные параметры. А давайте для объективности. Вот есть ВВП по паритету покупательной способности, извините, употреблю. Нормально. Экономический язык на душу населения. Я уже сказал, шестой десяток стран в мире. Вы можете спорить, богатое, небогатое. Если вы там на шестидесятом месте, вы на шестидесятом месте. А то, что какие-то товары дешевле... Тогда давайте приедем в Западную Европу и увидите, там уже по большинству товаров там дешевле. Там дешевле, да. Абсолютно, наверное. Чем здесь. Это мы-то богатая страна? Это вот у нас осенью показали картинки этого страшного наводнения с Дальнего Востока. Да страна убогая. После стольки-то лет бешеных цен на нефть, то, что показывает, это вообще недостойно для страны. Это ужас. Как живут люди? И у меня язык не повернется назвать такую страну богатой. Ну, это говорит о том, как распределены ресурсы и выгоды. Это говорит прежде всего об этом. А выгоды Россия получала от хорошей конъюнктуры, колоссальные. Но распределились они, мы видим как, да? Мимо кого это прошло? Мимо большинства населения. Ну, так значит, если мимо большинства населения прошло, значит, население бедное, значит, такую страну нельзя называть богатой. Если у вас два десятка миллиардеров, это не значит, что страна богатая. Это, кстати говоря, это может на самом деле означать, что страна богатая, да? Но это народ может быть бедный. Это неверная формула, что не бывает бедного народа в богатой стране. Бывает. Россия доказательствует. Мы сейчас казуистикой занимаемся. Давайте, поскольку осталось не так много времени, я еще раз напомню, телефон прямого эфира 65 999,6, код города 495. Если кто-то захочет наших слушателей присоединиться к нашему эфиру, позвоните и скажите, выскажите собственное мнение, считаете ли вы необходимым затяжные выходные, да, новогодние, либо нет, и по какой причине. Ну, а от экономической составляющей, все-таки давайте к социальной вернемся. Василий, вам слово. Вот несколько парадоксально мы сегодня точки зрения разные были. С одной стороны, стресс, да, который весь год, ну, или там, по крайней мере, в преддверии новогодних праздников, да, мы собирали и отдыхаем от этого, да, выпускаем его в эти две недели. Есть от нашего слушателя, да, противоположная точка зрения, что стресс как раз мы набираем за эти две недели. Ничего не делания вынужденного. Ну, это очень странное поведение. Имеется только время, ничего не делать. Есть огромное количество интересного кино. Садитесь, смотрите кино. Книги, пожалуйста, читайте. Но надо же как-то развиваться, получать какое-то удовольствие. Мне показалось, надо же как-то убить, надо же как-то убить время, мне показалось вот так все. Нет, не убить время. Убить время-то как раз напиться из панили. Вчера буквально ослышал информацию, и очень интересно, по поводу стресса. Вот после новогодних праздников в Западной Европе провели исследование, резко возрастает число разводов. Именно потому, что люди... Я представляю себе эту картину, конечно. Я думаю, что европейский кризис виноват. Европейский кризис виноват. Да. Мозолят друг другу глаза две недели без перерыва. Одно из объяснений именно поэтому. Потому что люди оказываются в стрессе в том числе. И другая причина, что с Нового года решают начать новую жизнь и так далее. Но резко возрастает число разводов. Вы знаете, если мужчины и женщины вообще друг друга видеть не будут, то тогда они точно не разойдутся. Давайте еще один звонок. Совсем мало времени. Еще один звонок послушаем. Андрей, день добрый. С прошедшими. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день с праздниками тоже с прошедшими. Хотел бы вот только по точке зрения, по вопросу. У многих есть дети. У многих работающих есть дети. И новогодние праздники это единственный момент, когда полностью с семьей могут люди выехать куда-то, провести их вместе, адекватно отдохнуть с ребенком, посвятить ему время свое полностью без учета работы и все прочее. И я считаю, что обязательно должны быть новогодние такие каникулы для работающих граждан, но умеренные. Может быть, привязка вот как раз к каникулам в школе должно быть. Потому что это реально единственное время, когда вся семья собирается вместе без каких-то препятствий. Спасибо. Это правда. Спасибо. Василий, да. Это правда. Это очень важно. Все время в вашей реплике кивал головой. Это абсолютно верная точка зрения. Тем более, что не всегда получается у людей совместить отпуска у мужчин и женщин. И просто хотя бы даже выбраться куда-то отдохнуть. Тем более, взять с собой детей, которые могут быть в школе и в саду. Я понял. Спасибо огромное. К сожалению, время закончилось. В общем, в Сухом Остатке у нас появилось противоречивое такое мнение. С одной стороны и нужно, с другой стороны и не нужно. Но, как всегда, поживем и увидим. Спасибо огромное. Игорь Николаев, Василий Колташов сегодня в студии Сухого Остатка. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Извините меня за эту фразу. С наступающим вас Новым Годом!